Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Февраль начался с 40-градусных морозов. Как отогреть автомобиль, подскажем выпуске. Первая выездная бригада палеоативной помощи появится в крае. Какие еще меры примут, чтобы помочь пациентам с неизлечимыми заболеваниями? Они вещают в 33 городах и районах Алтайского края с аудиторией почти 2 миллиона человек. Сегодня радиоканал Катунь-ФМ отмечает день рождения. Ежегодная патриотическая акция «Снежный десант» стартовала сегодня на площади Победы в Барнауле. В церемонии открытия принял участие глава региона Виктор Томенко. Акция продлится с 1 по 10 февраля. Отряды посетят 19 районов Алтайского края. Студенты будут помогать пенсионерам, вести профориентационную работу со школьниками, рассказывать о цифровом телевещании и выступать с для сельских жителей. Участниками снежного десанта в этом году стали 450 студентов и аспирантов вузов Алтайского края, а также представители 12 других регионов. На мемориале славы бойцов поприветствовали представители правительства региона, краевого заксобрания и педагоги. С напутствием выступил губернатор Виктор Томенко. Вас ждут в наших районах, вас знают. Это энергия, это тепло, сердец, конечно, превратится в самые добрые, в самые лучшие дела. 40 регионов участвуют вместе с нами в этой акции по всей стране. Штаб непосредственно находится в Алтайском крае. Мы очень дорожим этим. Мы, конечно, будем всемирно способствовать и помогать дальнейшему развитию и студенческого движения, и строитрядовского движения. И, конечно, будем поддерживать эту акцию. Жгучие 40-градусные морозы пришли на Алтай в начале февраля. Неудивительно, что личный автотранспорт у многих тут же вышел из строя. В итоге на теплой парковке большие очереди. А прикурить или отогреть автомобиль в эти дни – самые популярные услуги для автомобилистов. И все-таки, сколько стоит реанимировать авто во время сильных морозов? Давайте посмотрим. Отогрев машины. В интернете объявлений с такой услугой, если не сотни, то уж точно десятки. В среднем вызвать частника к месту стоянки замерзшего авто стоит от тысячи рублей. Это если машина легковая, а за грузовую потребуют и все три тысячи рублей. Стоимость зависит не только от габаритов машины, но также от удаленности района. Еще один из популярных способов реанимировать свой автомобиль в условиях сибирских морозов – это подзарядить аккумулятор или, как говорят автовладельцы, прикурить. Кстати, часто эту услугу могут оказать таксисты. Цена от 500 рублей. Отогреть машину можно еще и на теплой, крытой парковке. Их в Барнауле около десятка. В торговом центре «Галактика» оставить машину можно бесплатно. Правда, только до закрытия торгового центра. Весне автомобиль можно оставить в морозы за 25 рублей за час. Однако о свободных местах нужно знать заранее. В Гулливере есть суточный тариф – 150 рублей. Столько же за сутки парковки автомобилистам придется отдать и в торговом центре «Пионер». Первая выездная бригада палеотивной помощи появится в Алтайском крае. Палеотивным, то есть неизлечимым больным, специалисты смогут оказывать помощь на дому. Получат такую возможность врачи палеотивного отделения Барнаульской горбольницы номер 3. В кабинет выездной бригады уже поступило все необходимое оборудование. Аппараты искусственной вентиляции легких, помпы для энтерального питания и кислородные концентраторы. Официально начнет работу выездная бригада в марте, пока врачи проходят обучение. Я отмечу, таких выездных бригад в нашем регионе требуется 10. И уже в этом году в Алтайском крае может появиться три взрослых бригады – в Барнауле-Бийске и Рубцовске и одна детская. К слову, в крае 60 тяжелобольных детей, у 15% онкология. И для них в крае нет палеотивного отделения. У нас есть 10 коек, они расположены в том числе в городе Барнауле и нашей краевой детской больнице. Мы еще несколько лет назад привели их в определенный порядок. Но еще раз говорю, очень много что нам предстоит сделать. На практике возникают вопросы, что вот когда вот эта беда наваливается на семью, на человека, на близких родственников, они лишены даже возможность и времени оформить инвалидность человеку. Какие еще проблемы палеотивной медицины существуют в Алтайском крае? И как их будут решать – расскажем в вечерних выпусках новостей. А также подробно обсудим в программе «Интервью дня». Гость в студии – депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов. Они вещают в 33 городах и районах Алтайского края. С аудиторией более 1 миллиона 700 тысяч человек. За 8 лет существования в эфире радио «Катунь-ФМ» стало одной из самых популярных радиостанций в регионе. 1 февраля наши коллеги отмечают день рождения. Впервые радиоканал «Катунь-ФМ» зазвучал в Барнаульском эфире 1 февраля 2011 года. Все начиналось с трех новостных выпусков в сутки. Сегодня «Катунь-ФМ» – это 16 выпусков оригинальных новостей в день. Программы «Антракт» о годе театра в России «Сибирская житница» о достижениях региона в сельском хозяйстве «Бизнес-класс» о начинающих предпринимателях. За 8 лет аудитория радиоканала удвоилась и даже утроилась. Слушатели «Катунь-ФМ» живут в Барнауле и Рубцовске, Камни-Наобе и Олейске, Славгороде, Заринске, Завьялово, Ключах, Красногорском и других городах районах края. В первую очередь это, конечно, наш охват аудитории. Мы по охвату, радиостанция номер один, поэтому мы действительно можем носить звание краевой радиостанции, поэтому нас слушает весь край, даже Казахстан, и часто передают приветы люди из одного края, нашего края, в другой край. Команда радиоканала – это молодые, позитивные, творческие люди. И высокие рейтинги – это прежде всего актуальная и оперативная информация о событиях в регионе. Плюс общение со слушателями. Люди могут в прямом эфире позвонить на радио, рассказать о своих проблемах, поделиться радостью. Так появилось утреннее шоу «Подъемная сила». Ведущие Анастасия Бодрова, Евгений Калашников и Дмитрий Борецкий не только настраивают жителей края на позитивный и продуктивный день, но и проводят розыгрыши, призов и подарков. Уникальным форматом стали включения сельских корреспондентов, которые в эфире рассказывают о главных событиях своих городов и населенных пунктов. А специально к восьмилетию Катунифэм объявила о старте нового сезона проекта «Споем Алтай». Это проект для молодых исполнителей Алтайского края. В течение двух месяцев с 1 февраля и по конец марта они будут присылать нам свои композиции на нашу электронную почту «Споем Алтай собака mail.ru» и жюри профессиональное будет выбирать лучшего. Скажу, что этот проект инициировали сами участники прошлого года и наши слушатели, которые не смогли почему-то по каким-то причинам в прошлом году принять участие. И мы пошли им навстречу. Будут призы, подарки. Победители объявим в июне. В планах радиоканала расширение территории вещания и запуск новых интересных проектов. Мы желаем коллегам не терять творческого позитива, обгонять конкурентов в оперативности и актуальности и оставаться с жителями региона на одной волне. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс. Новости. Лучшие гимнастки России, Казахстана, Узбекистана и Канады принимают участие в Кубке губернатора Алтайского края. Первыми подробностями с места событий готов поделиться наш спортивный обозреватель Дмитрий Гладких. Он с нами на связи. Дмитрий, добрый день, вы в эфире. Да, сегодня в Краевой столице действительно стартовал Кубок губернатора Алтайского края по художественной гимнастике. Это традиционные соревнования, они проходят ежегодно. На этот раз в Краевую столицу приехало порядка 700 гимнасток, могло быть и больше. Ну, как понимаете, холодная погода помешала многим спортсменкам добраться сюда, в Краевую столицу. Стоит отметить, что спортсмены будут заниматься по программе мастеров спорта, выступать также по программе кандидатов мастера спорта. Рядом со мной находится главный судья соревнований Андриенко Марина Викторовна. Марина Викторовна, ну, прежде всего, подскажите, канадки приехали? Приехали. Приехали. Приехали со всей России, со зарубежья. Все приехали. На самом деле этот турнир проходит уже в районе 15 лет. Он традиционный. И наш турнир любят. И мы это очень ценим. И несмотря на морозы, несмотря ни на что, к нам приезжают. Мы всегда всем рады. Но вчера было очень тепло, вчера было очень жарко. И здесь в центре было жарко. Я думаю, что и завтра будет. Сегодня вот один день, когда немножко прохладно. Но, знаете, в Европе вообще в залах нет отопления. И мы все выступаем. И занимаем Россия первые места. Поэтому, наверное, поэтому мы первые и лучшие. Как удалось вообще пригласить сюда канадок? Да, вообще, как у них там с художественной гимнастикой? Насколько сильные спортсмены? Ну, знаете, на самом деле мы сейчас, наш клуб, клубная система очень развита. Мы тесно сотрудничаем с Канадой. Мы тесно сотрудничаем с Белоруссией, с Испанией. Мы вот сейчас поедем на Гран-при в Марбелью. Наш клуб будет представлять две гимнастки. Поэтому, как бы, и вот у них так получается. Оказалось, что, допустим, тренер на Майорке, это наша с Барнаула женщина. И мы с ними очень тоже хорошо дружим. Расскажите о почетных гостях. Всегда приезжают сюда какие-то известные гимнастки. Знаю, что и сегодня здесь тоже есть представительница. Ну, одна из лучших, наверное, гимнасток мира и Европы. Ну, да, это молодая гимнастка, очень красивая. И вот она у нас там в качестве почетной гости сидит. Я всегда пытаюсь пригласить кого-то для того, чтобы дети почувствовали и увидели, что такое художественная гимнастика, ну, самого высокого уровня. К нам приехали девочки-мастера спорта из Москвы, из Омска, из Новосибирска. Это, которые выиграли надежды России, первенство России. Знаете, это такие, как бы, очень хорошие гимнастки, классные гимнастки. Ну, и почетные гости. К нам сегодня приехал генерал-майор Сибирского федерального округа Росгвардии. И чтобы посмотреть наш турнир, наш праздник, он говорит, я столько слышал, но, как бы, у нас был Бондарев на турнире. То есть я вот горжусь, что нам есть что показать нашему краю. Спасибо, Марина Викторовна. А я напоминаю, что рядом со мной сейчас находилась Марина Викторовна Андриенко, главный судья соревнований. Добавлю, коллеги, что турнир будет проходить в течение трех дней. Его итоги подведут в воскресенье. Ну, и наградят, конечно же, сильнейших спортсменок, сильнейших гимнасток. Коллеги, вам слово. Спасибо, Дмитрий. На этом у меня все. До встречи в эфирах.